хоба привет с вами доктор влад у нас 4 градуса тепла 4 приходится уточнять тепла или холода да прохладненько у нас я вчера посмотрел ну во первых всем большое спасибо кто откликнулся натанина ролик как она рассказывала вчера про свою прививочку ну может быть я тоже привьюсь посмотрим там видно будет я вчера кинцо посмотрел но ничего не мог найти думаю дай-ка я посмотрю форсаж вот старенькие старенькие серии да и тут вдруг выскочил у меня форсаж ярости фильм 2017 года к обычному форсажу она вообще никакого отношения не имеет есть такая фирма кинокомпания asilum она выпускает низкобюджетные фильмы частично или полностью копирующие сюжеты блокбастер то есть это не пародия но как бы копия да артистов я вообще никого не знаю кто тут что тут ну даже в лицо не знаю не помню ребят но есть на что посмотреть и богу он затянутый он нудный между нами девочками говоря особенно мне понравилось вот там где-то на последних час 19 одна там говорит расскажи ему все думаю боже мой сейчас будет будет еще рассказывать опять самого начала чуть не помер ну ребят ну как ни странно посмотреть можно вот там это триллер это весь фильм так немножко подрагиваешь а что будет дальше что будет дальше в общем посмотрите не пожалеете и богу вот еще раз форсаж ярости но я в заголовок вынесу фильм 2017 года я вообще люблю смотреть фильмы в которых самолетом что-то случается я терпеть не могу летать на самолетах и когда вы там что-то такое случается не такое такое ну нехорошее злорадство вот так вам и надо сели на самолет пешком ходить по пашне понятно да ну ладно отговорил роща золотая так чего а ну вот натанин ролик доброе время суток доктор а как же вирус который мутирует смысл прививок вообще ваше мнение ну ребят я чё хочу сказать у гриппа ведь тоже полно штаммов он тоже мутирует но скоро появится наверное мультивакцины какие-то от короны пока только это мы впервые столкнулись с таким заболеванием ну не то чтобы совсем впервые но вот с таким с коронавирусом именно вирус это известно давно как-то справляемся а пока ничего нет ну хоть это сделать тем более говорю татьяна не хотела делать но вот ей нужно это книжечку получить вирусный паспорт ковидный паспорт ладно она упоминала об этом так что тут еще а чайный грипп можно сделать и самому для этого нужна заварка и сахар но может быть кому-то это нужно вот я попросил антон говорю ну как это делается делаем заварку из столовой ложки чая и пол литра кипятка даем настояться добавляем пять столовых ложек сахара переливаем в трех литровую банку банку ставим в теплое место но не на солнце накрываем марлей все я не знал так ладно еще что то тут а шерман у меня вчера слово шерман выскочил думаю что же такое но первый ответ оказался правильно это танк шерман был свое время во вторую мировую да я уж не понял по какому поводу этот шерман у меня был бах хелен пишет а у меня катушка на удочку шерман ха-ха-ха интересно а еще тут вот иван пишет еще есть фильм чокнутый профессор главный герой которого сыграл эдемёрфи звали шерман как много шерман ладно посмеялись так теперь чё у меня путин заявила хорошим иммунном ответе после прививки от коронавируса еще бы он сказал плохой у путина все прекрасно прекрасно у нас разведки сша считают что кндр может возобновить ядерные ракетные испытания ну да кучи да не хватает коронавируса не хватает украины с донецком еще и ядерные испытания сотрудница полиции застрелившая афроамериканца подала в отставку ким поттер ее зовут ну да но вы знаете там дела творятся у нас в америке случайный выстрел и так далее еще и случайно застрелила сегодня рано утром у четырех журналистов студенческого издания доха начались обыски их это доставили в следственный комитет причиной обысков у сотрудников студенческого журнала мог стать ролик о давлении вузов на студентов из-за протестов ну и так далее так далее вот всех их арестовали в общем там скандал три автозака ужасе ужасе студентов угоняют мин сельхоз не ожидает резких колебаний цен на рис в россии вчера говорили что цены повысятся сегодня уже не ожидают в рот они сочинские гостиницы подняли цены в среднем на пятьдесят процентов на фоне ограничения полета в турцию мне жена вчера рассказывал что в мексику можно сейчас летать очень дешево по моноцифр называл 700 баксов это вместе с билетом это вместе там пятизвездочная гостиница и все включены и так далее там на сколько дней не помню сейчас а эти поднимают ну чё же тут все понятно в кремле заявили что звонок байдена путину не был неожиданностью это анекдот такой есть парень рассказывает я говорю своей девушке предложил пришел к ней в общежитие и предложил значит руку и сердце она полчаса прыгала по кроватям а потом сказал ну я подумаю так володин назвал россию свободной страной в которой это в отличие от ссср человек много значит мы все знаем этого человека чего тут удивляться путин наградил орденами мужества пожарных в связи с чп в невской мануфактуре ну да и орден мужество того же володина и жириновского абсолютный температурный рекорд побит сегодня в москве то за всю ста сорокалетнюю историю метеонаблюдения 21 градус но в апреле дни москвы да жарковато на украине озвучили даты возможного обострения конфликта в донбассе так вот период попадает промежуток времени с 15 по 25 апреля текущего года не знаю 21 числа путин выступает там 9 мая день победы мне кажется вот вот еще несколько дней до есть ничего не будет то ничего не будет мне так кажется половина российского города осталось без воды тамбов половина населения тамбова осталось без горячей воды и отопления обрушение конструкции на местной теплоэлектроцентрали ничего пельмени все рушится ребята каждый божий день фсб задержал высокопоставленного менеджера газпрома уже не хватает им денег понимаете вот они по очереди кого-нибудь раз посадят а деньги между собой деньги между собой понимаете вот чем смысл думаете он что хуже или лучше других а в верховной радио предложили сделать космос части украинской национальной идеи ну а чё неплохо слетает зеленский кого-нибудь пошлет полетать патрушев заявил о подготовке украины провокации с гибелью своих солдат значит какая гадина то он говорил в крыму там какие-то провокации но мы все помним да как путин взбирался на вертикаль власти все эти взорванные дома но это они сами будут организовать не хорошо это врач назвала лучший вариант летнего отдыха для пенсионеров пандемию на огороде к верху задом да нет ну сейчас посмотрим лучшим вариантом поездка за огород в пригороде на даче меньше риск инфицирования фу-фу-фу да наши пенсионеры подальше ездят чем на дачу да у нас и дачи то нет так ЛНР предрекла украине свой нюрнбергский процесс с больной главы на здоровый это называется да так Донбассу предрекли возвращение в состав украины при байдине а вот это повеселее уже это повеселее это предрек бывший посол сша в россии александр вершбоу интересно возможно о значит как он пишет донбасс может быть возвращен при администрации байдена я немного менее оптимистичен в отношении крыма думаю что это займет больше времени в общем да фильм иронии судьбы переснимут с голливудскими актерами так кто-кто-кто проектом займется режиссер мариус вайсберг известный по лентам бабушка легкого поведения восемь первых свиданий не идеальный мужчина но посмотрим кто играет эмма робертс томас манн гарет хэдлунд и бритта робертсон ну может быть может быть посмотрим скажем да эрдоган заявил что на канал стамбул не будет распространяться конвенция мантрёв еще бы знать что это за конвенция что это за канал а копают они каналы я думал телеканал канал поможет разгрузить пролив босфор никогда я не был на босфоре ты меня не спрашивай о нем никто не захотел лететь самым долгим авиарейсом в мире самолет был почти пустым членов экипажа в лайнере было больше чем пассажиров сингапюр нью-йорк самолет находится в воздухе 19 часов полетать более 15 тысяч километров 19 часов убиться веником самолете я сюда 9 часов летел чуть не сдох не люблю самолеты потому мне нравится вот такие фильмы в которых там что-то баба самолете там двигатель отвалился хвост упал мичуринский тушат пожар в промышленной зоне да в борьбе с огнем помогают бульдозеры поливомоечные машины и другая спецтехника поливомоечные машины тушат пожар это что-то как-то станут и мичуринск ребята это мичуринск им только яблоками яблоками еще вот можно попробовать там много яблок но хотя не сезон виза и мастер-карт ответили на слова возможность отключения в россии да вы чё с дуба рухнули они так сказали мы продолжаем свою работу в россии в обычном режиме ну ладно все хорошо под волгоградом вместо 13-летнего пропавшего подростка нашли мертвого мужчину да а так еще поискать можно найти мертвую женщину кошку во блин в мэре сообщили о серьезной ситуации в одном из детсадов города диагнозы детям еще не поставили это где такое саратов саратов в детском саду компенсирующего вида номер 159 в ленинском районе саратова как бы я там не жил я там же в ленинском районе один из воспитанников почувствовал себя плохо его госпитализировали еще несколько детей бла-бла-бла и чё будет не знаю начата проверка ну ладно саратов так о и тут вот тоже про саратов молодежь покидает рынок труда саратов область вошла в десятку регионов страны по сокращению числа работающих молодых людей так кастромичи умоляют тгк отключить отопление невозможная жара в квартире как вы живете а ну как вы живете но у нас вот кнопка да вот на кнопку нажал похолоднее на кнопку нажал я могу сейчас кондиционер включить если мне охота а могу вообще ничего не трогать автоматика все делать спать невозможно все окна открыты и все равно жарко ребят это мучение это не жизнь курянин скончался фитнес-клубе во время занятий не застарели а просто скончался стало плохо и все прям фитнес-клубе так 15-летний ой школьницу в ростове нашли повешенной не хочу возле общежития на советской нашли тело мужчины а советской улице везде есть это чья советская в тамбове на улице советской курск 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 в первомайском парке обрабатывают газоны и деревья от клещей вот это молодцы вот это очень хорошо курчане молодцы так сердопским коммунальщиком травма пятого пятилетнего малыша обошлась обошлась в пятьдесят тысяч сердопск 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 у меня отец сердопска ладно это тоже там пензенская по-моему область криминал в пензе ученица на перемене ударила подростка ножом в спину ну хоть бы однокашника сказали да седьмого класса колото резаного ужас девочки с ножами стало известно на что живут директора кировских школ так зарплаты у них какие самым высокооплачиваемым директором является директор кировской школы 66 87 тысяч рублей на втором месте директор школ 21 80 тысяч на третьем месте 79 тысяч 78 тысяч они чего не получают да хорошо ладно в пскове магазина разгвардей в магазине разгвардейца задержали 18-летнего похитителя сыра ну и чем много он украл 20 упаковок сыра а как же он их складывал то интересно ну возбуждено дело стекловато летает а мечи описали ужасающую ситуацию в сквере красной звезды строительный мусор убирать никто не хочет везде летает стекловато лежат гвозди кошмар после 17 лет проведенных под землей шахтер был найден живым фейк или не фейк это на пикабу да какой-то китайцы обрушение а он там нашел какой-то рис запасы риса специального для таких случаев вот и он а где же он воду то брал не знаю правда это или нет 17 лет вентиляционный канал шахты остался не поврежденный воздух у него был а и вода там была тоже ну вот он как-то потихонечку боже мой боже родственники рады не знаю мне кажется ерунда в центре тюмени 4 октября 4 апреля температура воздуха поднялась до 25 градусов ну хорошо армения договорилась с россией о приобретении миллиона доз вакцины спутник в ну а где не возьму то интересно глобальное потепление в привело к появлению нового вида медведя окажется гризли с белыми мишками мур-мур-мур и появляется новый медведь гибрид белых медведей и гризли этот новый вид медведей более устойчив к изменению климата и лучше приспособлен к более теплым температурам да они теоретически могут иметь потомство ну вот сейчас они практически ну давай попробуем давай все нормально медвежата а я жужу медвежата а я жужу латыши знают прокурор просит приговорить любовь соболь году исправительных работ с удержанием 20 процентов дохода в пользу государству ну так ну ладно не так страшно вообще-то по нынешним временам после людмилы навальный которые заблокировали в фейсбуке очень страшно алексе очень тяжело нужно немедленно допустить ему врача и конечно же свободу навальному видел сегодня сына врачи которые якобы провели полное обследование будут гореть в аду алексей алексей как всегда сохраняет присутствие духа говорит все также бодро но тихо сильно кашет кашляет трудно дышит сильная слабость которую конечно старается не показывать но вот так и это не только от голодовки это мама пишет это последствия отравления не нужно быть медиком чтобы это понять алексей в очень большой опасности ай-яй-яй не хорошо по сотник сотник ну патрушев предупредил что украина в скобках на самом деле фсб готовит теракты в крыму спасибо террористу патрушеву за предупреждение жителям крыма включить бдительность уровня жителей домов на улице новоселов в рязани черт возьми хотят сделать предлог для нападения да так и есть сейчас провокации нужно ждать байден назвал путина убийцы рубль обвалился байден предложил путину встретиться рубль вырос отсюда ясно кто реально влияет на положение дела в российской экономике а кто просто призывает и кидает ручку но на вторую ручку кидает да крым ваш нет крым курс куплен друзьями путина и его подельников и вот здесь радио свободы перед друг сергей шойгу купил недвижимость в крыму почти на миллиард рублей да ребятки да так в крыму рост заболеваемости коронавирусом в два раза вырос сообщает роспотребнадзор ну и зачем вам турция езжайте в крым там заражайте но говорю уже на 50 процентов сразу для теле цены оху а мне вчера случайно выскочила и мне понравилось игорь губерман ну знаете гарики да там в конце матом но я так переведу одна мечта всех краше и светлей одну надежду люди не утратили что волки превратятся в журавлей и клином улетят к ядре не матери о как здорово мне понравилось все у меня все но вчера завируха метель завируха это анастасия и лев поют послушайте всего хорошего пока с вами доктор глад ну и Белый снег, белый снег, Белый снег тянул тень. Белый снег, белый снег, Белый снег наместит. Ты куда нас летит, заслываешь, Снегом город, на что покрывая, На дворе не машин, не людей. Снегом город, на что покрывая, Ты куда нас летит, заслываешь, На дворе не машин, не людей, не машин, не людей. Белый снег, белый снег, белый снег, Белый снег. Белый снег, белый снег, белый снег, Белый снег. За тобой осторожно ступаю Засыпает, наследь засыпает Попадаю в заснеженный след Попадаю в заснеженный след Засыпает, наследь засыпает За тобой осторожно ступаю Попадаю в заснеженный след Позднейший мысль Белый снег, белый снег, белый снег, белый плён Белый снег, белый снег, белый снег, белый снег Как огнём всяких пункт намернее А недель забывает сильнее Не видать ни огонь, ни огонь Не видать ни огонь, ни огонь А недель забывает сильнее Как огнём шаг, но поменеет Не видать ни огонь, ни огонь Ни огонь, ни огонь Ни огонь, ни огонь Ни огонь, ни огонь Субтитры создавал DimaTorzok